В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Познавательное развитие и духовно-нравственное воспитание в православной гимназии проходят открытые уроки для родителей. Пушкин-220 в детской библиотеке подвели итоги городского конкурса. Праздник творчества и мастерства воспитанники детской школы искусств лауреаты престижных фестивалей. Далее расскажем обо всем подробно. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе кавалер ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Олег Еськин получил документы, подтверждающие право на получение земельного участка для строительства жилого дома на улице Речной рядом с бывшим ПТУ номер 19. На этой территории площадью 10 соток он построит дом для всей семьи. Земельный участок, предназначенный для жилого строительства, выделен администрацией Олегу Еськину в рамках программы поддержки ветеранов боевых действий. Знаменательное событие, знаменательная веха и для нас как администрации, всех, кто в этом участвовал, ну я надеюсь и для вашей семьи. Ощущение, конечно, необычное, очень волнительное, такое не каждый раз предоставляется. С 16 по 25 января в Саровской православной гимназии проходят открытые уроки для родителей школьников и будущих первоклассников. Мамы, папы, бабушки и дедушки могут познакомиться с педагогическим составом, задать интересующие вопросы учителям и администрации. Эти уроки проходят в рамках проекта «Открытая гимназия», который реализуется уже третий год. Подробности далее. У родителей, будущих первоклассников и учеников православной гимназии появилась возможность вспомнить школьные годы и на 45 минут окунуться в детство. Перемены, звонки, написанные на доске, тема уроков. Благодаря проекту «Открытая гимназия» родители могут посетить школьные занятия, посмотреть на то, как и чему учат детей и пообщаться с педагогами. У нас расписание составлено так, что мы в течение 10 дней проводим открытые уроки с первого по 10 класс, по любому предмету. В день проходит несколько уроков. Даже если вы только в первый класс отдаете, вы можете прийти, например, в 10 класс на физику или на химию, посмотреть, что же там будет через 10 лет. Уже 1 февраля стартует набор ребят, которые в сентябре впервые пересекут порог школы. Поэтому открытые уроки в основном проводят для родителей будущих первоклассников. Вместе с ними за одной партой сидят мамы и папы тех ребят, которые уже занимаются в гимназии. Правнук Георгия Михайловича учится в 8 классе. Когда ты присутствуешь сам, ты видишь, что его может заинтересовать, как ты можешь возбудить этот интерес, то есть сделать какие-то выводы в целом для процесса. Очень важно понять, видишь, как твой отпрыск воспринимает то, что ему дают. Учитель начальных классов Андрей Камчатный работает в православной гимназии первый год. За партами его подопечные – ученики третьего класса. На заднем ряду родители ребят и будущих первоклассников. Гимназии, школы, образовательные учреждения, они открыты. То есть нет такого, что привел ребенка, и все, дверь закрыта, и родителям все, ни шагу дальше. Нет, наоборот, это контакт родителей с учителем. Когда работает совместно педагог с родителем, и получается хорошая отдача с детьми. Посетить уроки по различным предметам родители смогут до 25 января. 24 января обновленный киноконцертный зал Городской художественной галереи откроет свои двери для саровчан. Напомним, что новое оборудование появилось при поддержке Фонда кино и Министерства культуры России. Билеты на премьерный фильм можно приобрести в кассе галереи уже с 18 января. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Сотрудники Саровского отдела ГИБДД провели профилактическую операцию «Пешеходный переход». За время рейда инспекторы зафиксировали 85 административных правонарушений. 10 пешеходов привлекли к ответственности за переход к проезжей части дороги в неустановленном месте. 9 водителей не уступили дорогу пешеходу. Один водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В конце января волонтеры из Сарова поедут в Потьминский дом-интернат. Сейчас для ребят собирают помощь. Ученические доски, маркеры, платья и туфли, бытовые химии и многое другое. Полный список того, в чем сейчас нуждаются воспитанники дома-интерната, можно посмотреть на сайте sarov24.ru. Там же опубликованы контактные данные волонтеров для тех, кто готов передать пожертвования или необходимую вещь. Хоккейный клуб «Саров» заработал победные 3 очка. В минувшую среду наша команда на своем льду принимала горняк из города Учала. В напряженной борьбе команда из закрытого города одолела соперника. После финальной сирены на табло горел счет 5-3 в пользу саровчан. Следующий матч наша команда проведет в Пекине против дебютанта высшей хоккейной лиги клуба КРС ОРГ. Где ловить сколько и чем? В конце прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, в котором закреплена норма бесплатного рыболовства в личных целях и разрешено использование сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Подробнее о том, какие изменения ждут любители рыбной ловли, расскажем в следующем репортаже. Чтобы не получить статус браконьера, любителям рыболовам в прошлом году пришлось тщательно изучать изменения в законодательстве. А их было немало. Самое главное из них – установление в каждом регионе страны своей квоты на лов. Чтобы не превысить норму и точно знать, оставлять пойманную рыбу или отпустить обратно в водоем, придется брать с собой весы. А если ловля идет несколько дней, то приводить другие доказательства легального промысла. Это могут быть чеки с заправок, это могут быть договоры с рыболовными базами и так далее. Ловля рыбы всегда регламентировалась федеральными и региональными нормами и правилами. Теперь их всех объединил закон, обсуждение которого длилось более шести лет. И вот в конце прошлого года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, который разрешает бесплатную и свободную любительскую рыбалку на реках, озерах и прудах общего пользования, кроме особо охраняемых территорий. Основная задача – предоставить любителям возможность ловить рыбу. Но при этом ограничить браконьеров и вести определенную строгую норму закона касательно именно граждан, нарушающих закон. Долгое время рыбу вылавливали бесконтрольно, никто не следил за восстановлением водных биоресурсов. Поэтому популяции многих видов рыбы значительно сократились и находятся на грани исчезновения. Чтобы сохранить рыбу в реках и озерах, новый закон расширил список запретных для рыболовства участков. На некоторых ближайших Сарово-водоемах рыбалка запрещена уже давно. В первую очередь самое близкое к нам – это озеро Светлое, Темняковский район, то есть это в районе Жигалово, мекка наших рыболов городских. Норма не новая, запрет на ловлю там всегда был. То есть это считается нерестилищем и рыбопроизводственным участком. За нарушение закона предусмотрены значительные штрафы и уголовная ответственность. Так что прежде чем отправиться на рыбалку, внимательно изучите закон и региональные правила, где четко прописано, где ловить, чем и сколько уловом можно забрать с собой. Подробнее об изменениях в законодательстве председатель рыболовного спорта нашего города расскажет в передаче «Актуальное интервью». Его произведения актуальны во все времена. Стихотворение знает каждый с самого юного возраста. Самого поэта называют бессмертным классиком и гением не только русской, но и мировой литературы. В этом году в России отмечают 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь юбилея в детской и городской библиотеке подвели итоги творческого конкурса. 220-й день рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина в детской библиотеке решили отметить с размахом. Готовиться к нему начали еще в прошлом году и объявили конкурс, посвященный произведениям писателя. Форму, в которой необходимо было предоставить работы, каждый из участников выбирал сам. Каждому давалось на выбор одной из трех направлений – исследовательская работа, изобразительное искусство и исполнительское мастерство. Исполнительское мастерство – это была тема, но сами участники ее существенно расширили. Это были и театр теней, была представлена сказка о рыбаке и рыбке. Это был целый маленький спектакль, сказка о папе и работнике Балде. И кроме того, у нас пришли участники, которых мы также не ждали. Это исполнители романсов на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Для победы в конкурсе требовалось не просто выучить наизусть то или иное произведение Александра Пушкина. Верх одерживали те, кто во время выступления смог пропустить через себя характеры пушкинских героев. Лилиана Юрьева выбрала для себя отрывок из «Барышни крестьянки». Для того, чтобы его выучить, ей понадобился всего один день. Ну, Лизавета Григорьевна была в гостях, видела молодого Берестова, вдоволь нагляделась. Мы проходили его в школе, и еще тогда оно меня как-то заворожило. Мне понравилось то, как оно было описано, и то, что там была любовная история, но она не была какой-то простой. И там действительно у героев были свои переживания, и они думали, как им поступить. К великому русскому классику Лилианы особое отношение среди всех книг в ее комнате. Произведения Александра Сергеевича стоят у нее на первом месте. Для меня Александр Сергеевич Пушкин – это не просто известная историческая личность, которая писала какие-то известные произведения, но это также человек, который помог мне полюбить литературу в целом, так как он не зря считается классиком русской литературы. У него очень интересные произведения, и это не только сказки, которые нам всем читают еще и с детства, но и также более взрослые работы, которые увлекают не только людей моего возраста, но и более старших. По словам сотрудников детской библиотеки, к имеющимся трем направлениям конкурса им пришлось добавить еще одно. И это лишь обогатило конечный результат. Мы поняли, что еще раз убедились в том, что у нас в Сарове живут очень талантливые дети, и не менее талантливые родители, конечно, которые приняли участие, которые помогали своим детям. За это им огромное спасибо. Пушкинский год в России только начался. Это значит, что посетители детской библиотеки в Сарове ждет еще немало творческих и познавательных вечеров, связанных с именем русского классика. Воспитанницы детской школы искусств успешно выступили сразу на нескольких престижных фестивалях. Кубок лауреата первой степени в номинации «Эстрадный вокал» приехал в наш город с конкурса детского и юношеского творчества «Казанские узоры». Он проходил в нескольких номинациях – хореографии, вокал, театральное творчество, оригинальный жанр, инструментальное творчество. Подробности о результатах саровских солисток расскажем в следующем репортаже. Несколько фестивалей и сразу несколько наград солистки эстрадно-джазового отделения детской школы искусств покоряют новые вершины. В рамках культурно-образовательного проекта «Я могу» проходил международный фестиваль детского и юношеского творчества «Казанские узоры». Саровчанка Василина Афонина стала лауреатом первой степени. Пела песню «Смайл» Джамала. Эта песня очень веселая, такая интересная, жизнерадостная, и мне очень захотелось ее спеть. Когда в первом классе перед Василиной встал вопрос, чем заняться в свободное от школы время, выбор пал на вокальное отделение. Больше остальных солистка любит исполнять песни на английском языке. Характер композиции должен быть бодрым и веселым, считает Василина, чтобы передавать зрителю только положительные эмоции. Когда ты поешь, ты все это про себя чувствуешь в песне, ты можешь почувствовать эмоции, тебе это нравится. Ты можешь красиво владеть своим голосом. Участие в фестивалях – полезный опыт для солистов. За свои 10 лет Василина Афонина съездила на 9 фестивалей. Помимо диплома лауреата первой степени, в Казани она получила сертификат номинанта. И теперь может бороться за международную премию «Артист-2019». В фестивале дети выбирают сами. Им уже нравятся конкретные места, конкретные города. Им нравятся жюри одно, другое, те, кто их хвалит, те, кто ругает. Им нравится посещать различные конкурсы. Дальше может быть Москва, может быть Санкт-Петербург, может быть Казань, может быть Нижний Новгород. То есть все время траектория вот этих вот конкурсов, она меняется. Еще одна ученица Анжелики Ермаковой Дарья Лестратова привезла в Саров награды сразу с четырех фестивалей, которые проходили в Санкт-Петербурге. Их как результат три диплома лауреата первой степени и один диплом лауреата второй степени. 7 февраля Молодежный библиотечный информационный центр приглашает горожан познакомиться с творчеством Даниила Гранина. Это известный советский и российский киносценарист, писатель, общественный деятель, был удостоен нескольких престижных литературных наград. Он получил широкую известность благодаря книгам «Эта странная жизнь», «Зубр», «Три любви Петра Великого», «Мой лейтенант» и «Блокадная книга». Даниил Гранин писал о прошлом и настоящем. Героями его книг были ученые-инженеры, солдаты и мирные жители. При жизни он стал признанным классиком. Его называли носителем нравственности для всей страны. Одной из важных тем в творчестве Даниила Гранина была тема блокады Ленинграда, очевидцем которой он был сам. В год столетия со дня рождения писателя его память почтят сотрудники Молодежного библиотечно-информационного центра. Буквально прочитав несколько ее страниц, вот хотя бы несколько, мы уже не сможем с вами воспринимать свои собственные знания о войне и о природе совести, как раньше. То есть эта книга, она переворачивает наше представление о том, как люди выживали вот в этих нечеловеческих условиях. Участниками встречи станут представители ветеранской организации «Дети войны», которые поделятся своими воспоминаниями и школьники. Они прочитают и обсудят отрывки из блокадной книги. Конечно же мы будем опираться на структуру этой книги. Будем читать сначала первую часть, затем перейдем ко второй части. Мы затронем блокадный быт, затронем переживания детей блокадного времени, то есть вот их впечатления, их переживания, как они все это переносили. Специалисты считают, что детям нужно рассказывать о Великой Отечественной войне. Это поможет приобщить подрастающее поколение к нашей истории, вызовет чувство гордости за своих прадедов и стремление быть достойными их памяти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова